Вырванные аккумуляторы и клеммы – серьезные повреждения для инвалидного кресла. Жительница Владивостока с тяжелой формой инвалидности Ольга Лебедева отправилась на лечение в санаторий Анапы через Москву. В аэропорту Внуково во время погрузки инвалидное кресло серьезно повредили. Когда она села в самолет, она видела из окна коляску, стоящую возле борта самолета. И вдруг по внутренней связи в самолете объявляют, что Лебедева выходит с рейса. Она еще так удивилась, они с мужем переглянулись, ничего не поняли. А в связи с чем мы должны выйти? Ну, в связи с тем, что ваша коляска оказалась сломанной, из аккумуляторов якобы потек электролит. Как рассказала Ольга Лебедева, аккумуляторы на коляске были новыми, и сам электролит вытечь никак не мог. Представители аэропорта акт о причиненных повреждениях не предоставили. Комментировать ситуацию отказались. Посоветовали Ольге обращаться в авиакомпанию. И вот, что ответили в ЮТЕЙР на запрос редакции Восьмого канала. Авиакомпания приносит искренние извинения по факту произошедшей ситуации. 5 июля на сайт авиакомпании поступила жалоба о повреждении кресла-коляски от пассажирки, совершившей перелет 1 июля рейсом ЮТЕ-457 Москва-Анапа. Жалоба принята в работу. Мы находимся в диалоге у пассажирки дополнительно запрошенной документы. По результатам рассмотрения документов будет принято решение о размере компенсации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Разгрузочно-погрузочные работы с багажом находятся в зоне ответственности наземных служб аэропортов. Поэтому авиакомпания проведет служебное расследование. ЮТЕЙР всегда оказывает максимальную поддержку пассажирам с ограниченной мобильностью и сделает все возможное для скорейшего разрешения этой ситуации. А вот самой Ольге Лебедевой по ее словам авиакомпания отвечать не спешит. Я попросил фонд социального приморского края Анаповский ФСС ко мне отойти. О, сделали, ставили акцию осмотра поломанной коляски. То есть все такие документы ставили. По электронной почте им отправили. Попросили их со мной связаться. Компания не связывается, не отвечает. Ну, вечером, на всякий случай, я, наверное, смогу найти интернет, ноутбук и проверить почту. На всякий случай, может быть, они сегодня ответили. Я лично сомневаюсь. В общем, такая ситуация. По-моему, кроме искалого заявления, здесь, мне кажется, ничего не поможет. Как можно было так сильно повредить коляску, было сделано это специально или случайно, не ясно. Клеммы, которые цепляются к этим аккумуляторам, там специальные провода были и так далее. То есть они были прям с корнем выдраны. То есть не просто откручены, да, взять ключики гаечные, открутить, это одно дело. А оторвать просто полностью, со всей силы дернуть, оторвать, ну, понятное дело, что как бы там, ну, варварским образом, можно сказать. Чтобы находиться в Анапе, Ольга арендовала другую коляску. Стоимость нового кресла около 100 тысяч рублей. Кто возместит моральный и материальный ущерб и как теперь возвращаться домой, неизвестно. Будем следить за развитием событий. Ольга Продан, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok